Добрый день, уважаемые телезрители! В рамках нашего сегодняшнего занятия, которое проводится под эгидой большого учебного курса, связанного с тактикой проведения различных следственных действий, и который посвящен деятельности сотрудников правоохранительных органов, мы затронем вопросы, которые так или иначе в целом являются вопросами, связанными с допросом потерпевших, с допросом свидетелей, как вы уже видели из заставки к сегодняшней телепередаче. И следует, конечно же, отметить важность данной тематики, важность такого разговора по одной простой причине, потому что первоначальное сведение, первоначальная информация, информация, которая необходима следователю, работнику дознания, работнику прокуратуры для начала расследования преступления, как правило, получают эту информацию именно от потерпевших, либо от свидетелей. И уже впоследствии данная информация, которая является чрезвычайно важной, ложится в основу обвинения, в основу версий для расследования, раскрытия преступлений. И, конечно же, правильная постановка вопросов на допросе, при проведении допроса, безусловно, влияет на то, как будет достигнут результат. Я имею в виду, будет ли раскрыто данное преступление, будут ли изоблечены виновные в его совершении. Поэтому, безусловно, данная тематика, которую мы посвящаем наше сегодняшнее занятие, нашу сегодняшнюю телепередачу, безусловно, важна, и мы постараемся осветить все те моменты, которые проблемного характера, которые встречаются в рамках данной тематики. И, как всегда, я хотел бы представить в нашей студии моего коллегу, нашего консультанта, это доцент кафедры уголовно-правовой дисциплины Всероссийской налоговой академии, Березин Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, прежде всего, мне хотелось бы спросить вас вот о таком вопросе, который, в общем-то, меня достаточно давно интересует. Почему как-то отграничивается в криминалистике методика, так сказать, способы осуществления допросов, допустим, потерпевших и свидетелей от обвиняемых, подозреваемых? В чем здесь принципиальная такая разница? Ну, дело в том, что, значит, допрос подозреваемых и обвиняемых, как правило, как я уже говорил в предыдущих передачах, значит, проводится в условиях конфликтной ситуации. А свидетелей и потерпевших, как правило, конфликта такого со следователем не имеет. И в связи с тем, что, значит, речь идет о потерпевших, речь идет о тех, которые видели события данного преступления, значит, соответственно, они на стороне следователей. И тут не нужно использовать какие-то приемы, значит, устранения лжи, приемы, значит, использования, так скажем, различные стимулирования положительных качеств и так далее, подозреваемых и обвиняемых. Здесь тут используются все-таки приемы, наоборот, помогающие свидетелю и потерпевшему вспомнить, что произошло, как это все происходило. Бывает так, что, как правило, 46% случаев, значит, свидетель, значит, видевший события преступления, бывает так, что или неправильно воспринимает силу каких-то физических свойств, допустим, зрения или же слух страдает. Поэтому здесь нужно и это учитывать. Обязательно надо выяснять, есть ли дефекты слуха или зрения. И, соответственно, какие-то особые обстоятельства, которые влияют на охоту расследования, нужно вот это все обязательно учитывать и оценивать следователю. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот что касается потерпевших? Вообще, в принципе, давайте разберемся, кто признается потерпевшим. Ну, понятно, что потерпевшим признается лицо в отношении кого было совершено, да, преступление. Все? Или потерпевшим признается кто-то другие еще? Ну, видите, в чем дело. Закон у нас трактует два лица, которые у нас, в общем-то, участники процесса. Вот это потерпевший и гражданский истец. Ну, и, соответственно, они отличаются только тем, как они относятся к материальному ущербу. То есть, если потерпевшие его признают потерпевшим, если он получил побои, вот, в отношении него совершено какое-либо другое преступление, ну, допустим, кража, вот, похитили у него вещи, то гражданским истом, как правило, признают юридических лиц, вот, и, в общем-то, они, как правило, потерпели только в отношении своего материального имущества. А вот, допустим, по делам об убийствах, кто признается потерпевшим? Потерпевшим, как правило, по делам об убийствах признаются родственники погибшего, вот, поэтому в этом случае их могут признать и гражданским истцом, если, допустим, имущество уничтожено, ну, и, как правило, ритуальные услуги, которые, значит, оказываются сейчас не на безвозмездной основе, естественно, оплачиваются лицом, который совершил преступление. То есть, все издержки несет обвиняемый, ну, соответственно, подсудимый уже потом и осужденный впоследствии, потому что, как правило, все иски у нас рассматриваются в судебном порядке, и могут они рассматриваться как в уголовном судопроизводстве, так и могут рассматриваться и в гражданском судопроизводстве уже после вынесения основного приговора по делу. Дмитрий Валерьевич, то какие же есть основные вот тактические рекомендации по такому виду допроса, как вы выражаете себе криминалисты в бесконфликтной ситуации? Я так понимаю, что есть определенные проблемы с восприятием человека, как вы сказали, в частности, свидетеля, и с тем, чтобы это восприятие для уголовного дела, для следователя в данном случае, было бы наиболее объективным. Вот давайте, наверное, начнем первоначально с свидетелей. Со свидетелей, безусловно, это одни из наиболее ключевых, по крайней мере, я так понимаю, что одни из наиболее ключевых фигур в процессе и в рамках получения сведений каких-то, информации о совершенном преступлении. Как работать со свидетелем? Ну, вообще, со свидетелем работать, в общем-то, не надо, он и так все расскажет. Единственное, нужно просто учитывать психологические особенности личности каждого из допрашиваемых. Если это несовершеннолетний, как правило, нужно учитывать, что среди несовершеннолетних есть так называемый культ показать себя старше, умнее или, наоборот, показать себя таким, как сейчас модно выражаться, крутым. Соответственно, в чем это выражается? Ну, выражается, значит, такой немножко правовой нигилизм, да, то есть неуважение к обществу, неуважение к законам. Да, вы совершенно правы, среди молодежи. Соответственно, надо учитывать, значит, возрастные особенности личности, их, так скажем, среду обитания, где они живут, вот, потому что все-таки вот эта молодежная инфраструктура, которая в настоящее время создалась. Даже субкультура, я бы, наверное, сказал, да. Значит, соответственно, она влияет на развитие личности в целом, и, соответственно, нужно подходить к каждому специфично. Если, допустим, мы допрашиваем несовершеннолетнего свидетеля, если он видел, как вот у меня в практике было, видел какое-то событие совершения преступления, он склонен преувеличивать. Если там ударил один раз подозреваемый, да, он скажет 10 раз, вот, и кровь лилась рекой, и, соответственно, во все стороны брызгала, и он почему-то не обрызгался только из-за того, что он стоял далеко. Вот, но все остальные были в крови, и поэтому, значит... То есть склоны к преувеличению. Да, преувеличению, да. То есть тут нужно еще опять учитывать, что такая категория лиц допрашивается обязательно с родителями, и, значит, обязательно с законом-представителем, как правило, это или педагог из школы, или, ну, если это из детского дома, то, соответственно, воспитатель. Вот, поэтому обязательно перед тем, как допрашивать таких свидетелей, нужно поговорить первоначально с педагогом. Что это за человек, как он его характеризует. Вот, и даже есть некоторые рекомендации, такая обязательно их допросить. А как они воспитывались, вот, есть ли какие-то нарушения, там, даже если не законно, то, может быть, нарушение дисциплины, если это в коллективе обычно происходит. Вот, и поэтому, когда уже следователь поговорил с педагогом, он уже может сделать определенный вывод вообще о поведении, допрашиваемого в процессе допроса. Дмитрий Владимирович, у меня такой вот вопрос сразу возник. Ну, те, о ком мы сейчас поговорим, несовершеннолетние, да, они, в общем-то, люди недееспособные, как таковые, да, по нашему законодательству. То есть, они пока еще не достигли определенного возраста, они, так сказать, не отвечают, по крайней мере, по своим определенным обязательствам, либо не отвечают за определенные свои поступки. Так ведь, да? Скажите, пожалуйста, а вот если есть необходимость допросить лицо, которое, ну, взрослое, достигло возраста и уголовной ответственности, и, в общем, полностью дееспособна по возрасту, но в силу решения суда лишено было дееспособности. Лишено дееспособности. Таких вообще свидетелей можно допрашивать как свидетелей? Их можно воспринимать как свидетелей? Вот лицо в силу психической болезни его... Вы знаете, что было решение суда о его лишении дееспособности? Ну, тут, во-первых, я понял вопрос... А он, допустим, единственный свидетель. Я понял вопрос. Тут нужно оценивать вот с каких позиций. Дело в том, что в настоящее время есть так называемая психолого-социальная экспертиза, где ставится вопрос, как воспринимал данное лицо события, совершаемых деяний. Могло ли оно адекватно оценивать ту ситуацию, которая возникла. Поэтому вот когда допрашивают там людей, ну, маленьких совсем, там, 5 лет, 4 года и так далее, то есть такие даже бывают факты, особенно когда расследуют дела об убийствах. В моей практике был такой случай, я просто знакомился в силу того, что писал диссертацию с уголовным делом, где свидетелем об убийстве выступал ребенок убитого, и его допрашивали, значит, ему на момент допроса было 4,5 года. Ну, вот представьте, 4,5 года ребенку, он некоторые слова-то еще с трудом выговаривает. Не очень хорошо, да. А тут нужно получить информацию о событии, которое произошло, тем более об убийстве родителей. Тут очень сложно. И приглашали психолога на допрос, приглашали, соответственно, родственников, бабушку и дедушку, и допрашивали уже в присутствии опекунов и в присутствии психолога. Потому что, во-первых, был стресс очень сильный у ребенка, чтобы преодолеть этот стресс, нужно потребоваться какое-то определенное время. И бывает так, что сразу допрашивать свидетеля не рекомендуется, нужно обязательно, чтобы прошло какое-то определенное время. И, значит, оценивать, значит, соответственно, свидетельские такие показания нужно уже с точки зрения его психологических свойств. Если он воспринимает объективно эти события, да, и, соответственно, специалист может вам с уверенностью сказать, что да, он воспринимает события, как они были на самом деле. И можно с большей степенью уверенности утверждать о том, что данный ребенок видел и говорит все так, как оно было. Поэтому вот такой вот, так скажем... То есть я так понял, что допрашивать душевнобольных можно, но с соблюдением... С соблюдением их прав. Во-первых, и, значит, соответственно, надо учитывать то, что эти лица, они все-таки больные лица, поэтому воспринимать их показания нужно... Не буквально. Не буквально. Потому что они могут, значит, неправильно воспринимать события. А как суд к этому отнесется, к показаниям душевнобольных? То есть вот как правило, что суд принимает, их не принимает? Потому что действительно человек душевнобольный не может адекватно оценивать ситуацию. А может и оценивать. То есть здесь как бы сложно сказать. Суд воспринимает по-разному, во-первых, то, что субъективное мнение у каждого судьи существует. Но вообще в целом, значит, душевнобольных, душевнобольных стараются не допрашивать. Потому что, ну, сами понимаете... Только в крайних ситуациях, если не другого... Только в крайних ситуациях. Вот я вам пример такой расскажу. Значит, на практике взяточник брал взятки долгое время. Его очень долго не могли поймать. И, наконец, значит, один из потерпевших, потенциальный жертва, написал заявление о том, что с него вымогают деньги. И вот, значит, подозреваемый понял, что за ним наблюдает. И он решил провести сотрудников правоохранительных структур. Так, интересно, как? Да. Значит, ну, соответственно, он договорился с потенциальной жертвой о том, что передача денег состоится на кладбище в 12 часов ночи. То есть, это вы рассказываете сейчас реальное дело, да? Это реальная история. Значит, причем жертва должна была залезть на одно дерево, а потенциальный взяткополучатель на другое. И вот они должны, раскачиваясь на деревьях, передавать друг другу по купюре, при этом, значит, сопровождая свои действия криками ку-ка-реку. Вот. Ну, в конечном итоге, значит, передача состоялась, фиксация... То есть, вот именно таким способом оригинальным, да? 12 часов ночи, представьте, кладбище, 12 часов ночи. Темно. Два, значит, залазят на дерево, друг другу передают по купюре, при этом сопровождая свои действия ку-ка-реку. Получается, как... Удивительная картина, да. Да, анекдот, но анекдот в своем роде, значит, фактически, в конечном итоге, после того, как произошла фиксация, значит, их задерживают, значит, начинается проверка оперативная, инициировается возбуждение уголовного дела перед прокурором, и прокурор не дает согласия на то, чтобы уголовное дело возбудить. А почему? Ну, вот, смотрите, у него возникло сомнение. В том, что это, в принципе, могло быть, да? В меняемости обоих. А, вот, да. Вот. Назначает обоим психиатрическую экспертизу, и признают потенциальную жертву больным страдающим шизофренией. И всё. И, соответственно... То есть, даже был факт судебного решения о признании... Нет, не судебного решения. Было заключение специалиста. А, даже так. Они, значит, провели психиатрическую экспертизу, признали потенциально вот этого вот потерпевшего, значит, ограниченно вменяемым. Вот. Ну и в конечном итоге дело, как потом в конце оказалось, было прекращено. Вот. Потому что не было других доказательств, подтверждающих, что вымогатель действительно вымогал деньги. Кроме показаний самого лица, который передал ему. То есть... И всё. Вот это событие превратилось в фарс. Все посмеялись, вот. И в конечном итоге ничего не получилось. И он дальше стал брать взятки. Вот. Уже, значит, используя другие ухищрения. Оригинально. Оригинально. Я думаю, что многие из тех, кто сейчас нас смотрят, наверное, впервые слышали такую историю. И, наверное, никогда не видели и не сталкивались, и не столкнутся. Но, тем не менее, реальная история, которая, в общем, закончилась хорошо для, фактически, потенциального преступника. Хотя преступником, как известно, можно назвать лицо только после того, как был приговор суда. И он вступил в законную силу. Хорошо, Дмитрий Валерьевич, давайте немножечко поговорим по вот такому вопросу. Да. Нередко слышишь от сотрудников правоохранительных органов, что вот сейчас, в наше время, свидетелей днём с огнём не сыщешь. Вот. То есть, вроде бы, как... Вроде бы есть люди, которые что-то видели, но люди почему-то не хотят быть свидетелями. Начинаются поиски свидетелей и так далее. Вот в вашей практике и вообще с точки зрения каких-то статистических аспектов, вот охарактеризуйте. Это действительно так или как-то по-другому? Ну да, действительно так. Как я уже на предыдущих лекциях говорил, что вообще в настоящее время сильно упал имидж работников правоохранительных структур. И зачастую свидетели, потерпевшие, не спешат обращаться в милицию и в прокуратуру. Потому что везде, на каждом углу слышно, что вот взяточники, коррупционированные элементы. Вот. И, соответственно, не каждый свидетель не пойдёт давать показания, вот, выполняя свой гражданский долг при этом. Вот. Поэтому зачастую бывает так, что такие лица скрываются, вот. Устанавливать их зачастую очень тяжело, потому что, ну вот представляете, вот Москва. Примерно 10 миллионов человек в настоящее время проживает в Москве. И ещё 3 миллиона ежедневно приезжают. Ну, наверное, побольше. Миллионов 7-8, наверное, каждый день приезжают в столицу и уезжают одновременно. То есть, вот представляете, какой, значит, вот объём, смена людей. И, соответственно, установить какое-то лицо в таком муравейнике очень тяжело. Поэтому тут, в общем-то, большую роль играет удача, даже удача. Потому что, понимаете, вот если ДТП совершилось, да, случайно только можно установить свидетелей. Или же вообще зачастую очень влияет на это правильная работа правоохранительной структуры. Если сразу они зафиксировали фамилии, имя, отчество лиц, которые видели данное событие, проверили в них документы, тогда уже проще будет работать и следователям, проще работать и другим лицам, которые будут уже разбирательством в суде заниматься и на предварительном следствии расследовать данное дело. А в чём причина? Почему люди не хотят быть свидетелями? Ну, тут вот играет то, что, во-первых... Кроме вот того, о чём вы сейчас говорили, кроме представления о сотрудниках правоохранительных органов, как сплошных коррупционеров. Ну, вот смотрите, сейчас мы строим, пытаемся строить рыночную экономику, да, а, соответственно, каждая минута утраченного времени – это реальные живые деньги. Вот. Если это коммерсанты, если это какое-то лицо, которое занимается бизнесом, теряет время, соответственно, он теряет деньги. Ему компенсировать это в конечном итоге никто не будет, потому что он не потерпевший, он лицо, которое вызвано в качестве свидетеля. Вот. Зачастую так, что люди просто не хотят, значит, ходить. Просто элементарно терять деньги. Элементарно терять деньги. И плюс ещё, вот представляете, сейчас идёт подкуп свидетелей, идёт шантаж свидетелей, потому что зачастую бывает так, что подозреваемые, обвиняемые готовят свою линию защиты на том, что запугивают свидетели, их подкупают, бывает так. И в конечном итоге уходят от уголовной ответственности, уходят от доказаний. Скажите, пожалуйста, существует какая-то реальная возможность в условиях ныне Российской Федерации защитить свидетеля как такового? Ну, есть программа, вот, есть закон уже о защите свидетельских показаний. Мы идём по западному образцу и пытаемся, значит, те нормативные акты, которые международного характера ратифицируют на русской земле. Но, как бы, вот финансирование этой программы в настоящее время очень сильно тормозит. И поэтому зачастую так бывает, что преступник больше защищён, чем простой свидетель или потерпевший. Нету денег в казне, соответственно, спрятать это лицо тяжело. А вообще, какие вот мероприятия, мероприятия, как таковые, по защите свидетелей проводятся? Может быть, вы нам как-то осветите, если знаете зарубежную практику? И, может быть, что у нас реально возможно для защиты свидетеля? Ну, вообще, по защите свидетелей есть огромный практический опыт других государств, таких, как Франция, Англия, в Соединённых Штатах Америки тоже эта программа очень развита. Вот. Там идут на то, чтобы менять имена, фамилии, значит, адреса проживания. Полностью финансируют это проживание, устраивают на другую работу. Значит, выдают новые документы, чтобы скрыть свидетелей. У нас в настоящее время данная программа финансирования такого широкого, поскольку я знаю, не имеет. Но это большие деньги нужны, чтобы... Не имеет. Но закон принят буквально, если не ошибаюсь, в прошлом году. Поэтому, в общем-то, я так понимаю, что в настоящее время складывается какая-то определенная практика. Вот. К сожалению, я её не смог пока изучить, но я думаю, что раз есть закон, то его будут применять. И в конечном итоге мы тоже создадим те самые условия, какие есть и в Америке, и какие есть условия во Франции, и в Англии. Да. Насколько я знаю, даже вплоть до изменения внешности, да? Да. Ну, могут они, да, в зарубежных странах, даже пластическую операцию делать. Но, сами понимаете, пластика лица в настоящее время, если я не ошибаюсь, эта операция стоит, ну, где-то от 2,5 тысяч долларов. Поэтому не каждый себе может позволить, вот, а тем более государство в таких количествах, вот, представляете, если у нас свыше, вот, если только по экономическим преступлениям, свыше 15 тысяч преступлений совершается ежегодно в сфере экономики. Но, видимо, не все они требуют того, чтобы свидетели по данным преступлениям вот так серьёзно защищались. Я говорю только про тяжкие преступления. Протяжкие. Я говорю про преступления в сфере экономики. То есть это всё преступление против собственности и в сфере экономической деятельности включается, вот, в большую сферу экономики. Вот. Поэтому в настоящее время нету у правительства таких средств и сил, чтобы защитить должным образом потерпевших и свидетелей. Хорошо, Дмитрий Иванович, давайте мы коснёмся вопросов, связанных с потерпевшими, да. Вот. Уже как-то мы этот вопрос немножечко рассматривали в одной из наших предыдущих телепередач. Касались, скажем так. Вот. И сегодня мы, наверное, должны более подробно на эту тему поговорить относительно, прежде всего, методики, я, может быть, неправильно выражаюсь, методики работы с потерпевшими. Это, видимо, совершенно такая определенная группа участников процесса, которые, в общем-то, находятся, могут находиться в состоянии шока, в состоянии аффекта и так далее. Вот. Ну, расскажите нам, Дмитрий Иванович, про эти вопросы. Ну, вообще, задача следователя при допросе в условиях данной ситуации, бесконфликтной ситуации, заключается в том, чтобы оказать допрашиваемую помощь в восстановлении действительной картины расследуемого события. Вот. И поэтому существуют различные рекомендации, приемы, значит, для того, чтобы потерпевший и свидетель вспомнил какие-то забытые факты. Значит, ни в коем случае не допускается при этом со стороны следователя допускать наводящие вопросы, потому что зачастую бывает так, что следователь хочет помочь потерпевшему вспомнить, и пытается как бы наводящий вопрос. А вот что значит наводящий вопрос? Как вот это? Наводящий вопрос... Может звучать, допустим. Вот чем наводящий вопрос может отличаться от помощи, которую реально хочет оказать следователь? Ну, наводящий вопрос предусматривает в своем звучании уже наличие ответа. Ага, понятно. А, значит, соответственно, а вот помощь следователя может выражаться вот в различных приемах. Ну, вот есть такой автор Закатов, он рекомендует несколько приемов постановки вопросов, значит, для свидетелей, для потерпевшего, вот в таком порядке. При вызове свидетелей и потерпевших обычно, значит, их предупреждает, обязательно предупреждает об ответственности за отказ и задачу заведомо ложных показаний. Вот. При этом нужно объяснить всю серьезность ситуации, что его вызывают на допрос официально, и следователь выступает как представитель власти. Ну, и разъяснить, что за данный вид преступления, задачу заведомо ложных показаний, есть уголовная ответственность. Вот. Потом нужно, конечно, иметь значение форма предупреждения. Вот. Можно предупредить об уголовной ответственности, значит, и, как бы, спугнуть допрашиваемого, то есть напугать, слишком официально. А можно, наоборот, слишком это сказать таким играющим языком, играющим слогом, и, соответственно, потерпевшему дать понять, что здесь, в общем-то, неофициальное место, а он пришел в ресторан или кафе покушать. Поэтому здесь вот должна быть такая золотая середина. Вот. Ну, весьма эффективный допрос в хронологической последовательности, когда спрашивают, значит, когда за точку отчета берется какое-то событие, запоминающееся, ну, там, в этот день была буря, упало дерево. Ну, вот давайте, следователь рекомендует, допрашиваем, давайте вот вспомним, что после того, как дерево упало, произошло. Ну, а потом уже узнают, во сколько, значит, была буря, вот, во сколько дул ветер, во сколько упало дерево. Вот. Ну, и есть такой прием, как постановка вопросов активизирующих у свидетелей ассоциативной связи, когда при этом называется факт достоверно установленный и не имеющий отношения к делу, но связанный по времени, месту или обстоятельствам с другим фактом интересующих следователей. Ну, когда, допустим, вот я как уже пример по дереву привел, значит, можно такие ассоциативные связи использовать совершенно различные, там, не только, там, какие-то такие факты запоминающиеся, но можно, в каком галстуке человек был, да, или как он выглядел, вот, был ли он там, грубо говоря, дождем намочен или не был, да, вот такие вот вещи. Ну, понятно, понятно. Вот. Ну, и постановка вопросов, вот, должно быть, значит, соответственно, выглядеть, как бы, от простого к сложному. Все-таки, мне кажется, в этом есть определенный смысл. Ну, и исследователь должен все-таки понимать, что он допрашивает неподозреваемого. Вот. Можно даже показать какие-то схемы, ну, допустим, протокол допроса, допустим, схемы участков местности, где это все произошло. Можно даже фотографии какие-то показать, ну, потому что свидетель в этом случае может даже что-то вспомнить. Есть даже некоторые авторы, рекомендуют допрос на месте происшествия, но зачастую бывает это проблематично провести, потому что нужно выехать, доставить потерпевшего, поэтому, как правило, допрос проводится в кабинете следователя, зачастую нужно использовать все те возможности, которые есть у следователя, и применять их при допросе уже на месте в своем рабочем кабинете. Ознакомление с фрагментами, показания других лиц можно даже использовать, но тут есть определенная опасность, то, что свидетель может как-то запомнить те показания и давать их уже от себя лично, хотя он их и не видел, данных событий. Вот, и поэтому вот этот прием нужно обязательно использовать в тех случаях, когда уже есть другие показания, подтверждающие правоту, значит, свидетельских показаний, данных ранее. Вот, чтобы у следователя не было никаких сомнений данных в их подлинности. Ну, там, соответственно, и проведение различных экспертиз тоже должен быть комплекс исследования, проведенных в этой области. Хорошо, Дмитрий Валерьевич, скажите, пожалуйста, а вот как таковой допрос, допрос потерпевших, которые, ну, скажем, находятся еще вот в каком-то таком состоянии, в состоянии шока, в состоянии какого-то болезненного состояния, если это были травмы, да? Вот здесь какие-то правила, рекомендации существуют? Конечно, конечно. Это же отдельное. Одно дело, когда потерпевший уже успокоился, уже, так сказать, а другое дело, когда по горячим следам необходимо выяснить у человека, что есть что. Вообще, допрос потерпевших является ключевым в расследовании уголовного дела. Поэтому, естественно, чем раньше допросят потерпевшего, тем, соответственно, быстрее организуют поиск преступников, быстрее начнут поиск похищенного имущества, дадут ориентировки. Естественно, в этом случае нужно допросить потерпевшего сразу. Бывает так, что потерпевший попадает в больницу, находится в различных, в тяжелом состоянии. В этом случае не допрос проводится, а проводится первоначальный опрос, чтобы хотя бы потерпевший... То есть без протоколирования, я так понимаю, без всех. Как правило, этот опрос проводят в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска. Естественно, данный опрос важен для поиска преступников. А свидетеля, если он, конечно, в таком состоянии находится, я думаю, что нет необходимости сразу допрашивать, а дождаться, когда он вылечится. Но если, конечно, понятно, что срок расследования у следователя ограничен, поэтому тут надо учитывать то, что если расследование два месяца, мы не можем продлять его вечно. Да, есть уголовно-процессуальный кодекс, который... Нет оснований для оправления. Поэтому тут нужно допрашивать их в больнице. Следователь должен выезжать на место, где лечится человек, и допрашивать его в палате. И, соответственно, протоколировать. Если сам человек не может подпись свою поставить, тут нужно заверять подпись присутствия понятых, производить допрос. Если существует необходимость правдивости или состоятельности этого допроса, пожалуйста, допрашиваются понятые, которые присутствовали при допросе, и уже, я думаю, ни у одного судей не возникнет сомнения в правдивости данных показаний свидетелей. Ну, если они, конечно, подтверждены даже протоколом допроса понятых, это, безусловно, дает основу. Есть способы фиксации другие, там, видеокамера, аудиозапись, пожалуйста. То же самое можно фиксировать с помощью аудиозаписи, видеокамеры, все происходящее, и просто отразить в протоколе то, что производилось в видеозапись на определенную камеру, на определенную пленку, и все. И потом, в конечном итоге, эту видеокассету с записью можно приобщить потом в качестве доказательства по уголовному делу. Скажите, Дмитрий Владимирович, а бывают такие случаи, когда потерпевший отказывается давать показания, или, допустим, дает ложные показания? Это как-то чем-то вызвано, как это преодолеть, и так далее, и так далее. Бывают такие ведь случаи? Конечно, бывают. Вот случай такой я из практики вам хочу привести. Я расследовал уголовное дело по вымогательству. И в качестве подозреваемых там были несовершеннолетние ребята, и среди них был организатором «Совершеннолетний мальчик». Значит, вымогали они у несовершеннолетней потерпевшей девочки. И деньги, причем под угрозой применения насилия, что они ее изобьют. Девочка живет одна с мамой. Мама, соответственно, работает нотариусом частным. И, соответственно, деньги хранились у нее открыто. Поэтому девочка могла в любой момент себе позволить взять несколько сотенных купюр и, соответственно, с ними поиграться. А несовершеннолетние, которые, в общем-то, не так состоятельны были, естественно, эти купюры у нее похищали. Сначала скрытно, потом, соответственно, стали помогать, отнимать. А потом все дело закончилось тем, что они ее очень сильно запугали. Запугали, и сама потерпевшая долгое время не могла дать нормальных правдивых показаний. Она скрывала их, думая, что тем самым она, значит, так скажем, из чувства ложной солидарности их спасает. Их спасает, и хочет, так скажем, им каким-то образом помочь. Но вот эта вот помощь закончилась тем, что мне пришлось допрашивать в присутствии педагога и отказаться от услуг ее мамы. Потому что мама, она тоже, представляете, очень была сильно напугана. И, соответственно, был такой конфликт между мной и ее мамой. Потому что я пытался выяснить правдивые показания. А мама говорила, что она у нее говорит правду, и, соответственно, никаких сомнений в ее искренности быть не может. Странно, Дмитрий Владимирович, а по какому тогда основанию было возбуждено дело? По заявлению самой мамы или как вот здесь было? То есть если мама защищала дочку? По факту. По факту было возбуждено по рапорту оперативного сотрудника. И ситуация такая, что он проводил проверку, и выяснилось, что действительно доллары эти были у подозреваемых потенциальных. Были они изъяты. Был составлен протокол выемки. То есть доказательства были по делу. Но вот сама потерпевшая мешала ходу расследования. Бывает зачастую так. И вот чтобы преодолеть вот этот конфликт, мне пришлось сначала поговорить с ее педагогом, допросить в присутствии педагога, вот, объяснить ей всю серьезность ситуации. И в конечном итоге она потом дала показания правдивые, но мне пришлось вот над этим поработать с помощью определенных психологических приемов. Вот, опять же, ведь вы понимаете, что несовершеннолетний, он немножко рассуждает по-другому. Вот, если дядя взрослый начинает уговаривать и говорить, что так делать нельзя, наоборот, происходит отторжение. То есть замыкаться начинает потерпевшая, замыкаться начинает ребенок, и поэтому нужно тут учитывать и это. Поэтому, как правило, допросы проходили в форме такого диалога, в форме даже воспоминаний игры. Вот, я задавался целью, значит, ей немножко рассказать что-то, вот, там, по истории, даже использовал каких-то литературных персонажей, чтобы... Она как-то отвлеклась от основного события и потом, значит, переключилась на эти персонажи. То есть я у нее спрашивал, а как она относится к одному персонажу, к другому персонажу. Вот, и постепенно, значит, вот, отрицательный персонаж, вот, для нее стал подобен, значит, тому подозреваемому, которого, в общем-то, она должна была дать, на кого она должна была дать показания. И, в общем-то, я ее убедил в том, что, в общем-то, ну, подозреваемый, это такой же персонаж. Он сегодня с вами, а завтра вы его забудете, и все, и будете вспоминать, как в страшном сне. И в конечном итоге она рассказала все. А как же это фиксировалось? То есть это, буквально, вот, вся эта беседа была отражена в протоколе, или же нет? Нет, не обязательно. Ведь вы понимаете, в чем дело. Есть официальный допрос, вот, когда вы предупреждаете об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, вот. Но в этом случае, вы сами понимаете, ответственность, она за дачу заведомо ложных показаний не несла. Она не подлежит уголовной ответственности. Ей было 16 лет. Соответственно, я исходил из этого, что раз она не несет ответственности за свои показания, то и никаким образом, по-другому ее убедить нельзя. Поэтому нужно вот с помощью каких-то других способов ее убеждать. Вот я таким вот образом поступал. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Мы еще обязательно вас пригласим, обязательно с вами пообщаемся в рамках нашей телепередачи. К сожалению, время ее подходит к концу. Уважаемые телезрители, в рамках нашего сегодняшнего занятия мы с вами познакомились с вопросами тактики проведения допроса потерпевших и свидетелей. Мы сегодня от нашего консультанта услышали много интересных иллюстрирующих историй, которые иллюстрируют эти вопросы, связанные с допросом потерпевших свидетелей. И я думаю, что в рамках нашего сегодняшнего занятия вы узнали много нового, интересного, полезного для себя, для вашей дальнейшей практической деятельности. На этом мы совершаем нашу программу. Всего доброго, до свидания.